Самые простые рекомендации врачей по профилактике различных кишечных заболеваний, как ни парадоксально, реже всего соблюдаются на практике. К примеру, призыв обязательно мыть руки перед едой или после похода на улицу многими не воспринимается всерьез, а между тем совершенно напрасно. С появлением такого понятия, как личная гигиена и введением обязательного омовения рук, человечество практически избавилось от многих болезней, если не обнулив, что уж точно значительно сократив число пациентов инфекционных отделений. Данная рекомендация не теряет своей актуальности и сегодня, а вместе с ней и совет по тщательной ревизии холодильников и закромов на предмет наличия продуктов с истекшим сроком годности. Все мы пользуемся и употребляем скоропортящиеся продукты, которые должны, начиная от того, как потребители мы приобретаем их в продовольственной сети, и сами должны обращать внимание на то, то есть на маркировку, на срок годности, то есть с одной стороны несет тот, кто предлагает нам этот продукт ответственность, как храниться, в каких условиях, в каком виде, однако мы, приобретая это себе, чтобы не заболеть, должны обращать внимание, что мы приобретаем и также должны помнить, как мы это храним и сколько это мы храним в своих домашних бытовых условиях, потому что зачастую факторами передачи служат продукты, которые длительное время уже по истечению срока годности хранения в домашних условиях люди продолжают употреблять и таким образом заболевают. Очень важно, особенно если в семье есть маленький ребенок, знать основные симптомы кишечных инфекций и уметь оценить состояние больного. Очень часто эти болезни протекают со сложнениями, одним из которых является обезвоживание. Порой состояние может быть таким, что не стоит дожидаться даже прихода участкового педиатра. Необходимо вызывать неотложную медицинскую помощь. Когда мама заметила, что губы сухие, слизистые, яркие губы, сухой шершавый язык, ребенок плачет без слез или заметил, что он перестал мочиться или очень мало мочится, естественно, это уже как сигнал к вызову бригады скорой неотложной помощи и госпитализации ребенка. Если ребенок достаточно пьет, то есть его можно выпаивать, мама может как бы выиграть время подождать врача-педиатра участкового. Очень мне хочется сказать еще по поводу, вот как правильно поить детей при кишечной инфекции. Значит, поить очень часто дробно. Вот, например, ребенок до года, каждые 10-15 минут ему давать по чайной ложечке жидкости. Если ребенок с года до 3, можно 2-10 мл. Ну, после 3 лет, там уже 15, ну, каждые 10-15 минут. Самый главный совет, который стоит дать пострадавшим от кишечной палочки, это как можно скорее обратиться к специалисту. Только доктор сможет поставить правильный диагноз и назначит адекватное лечение. А потому не стоит тянуть с визитом в поликлинику и слушать подсказки друзей и родственников, далеких от медицины. Безответственное поведение в таком вопросе может серьезно замедлить процесс выздоровления. Продолжение следует...